Сегодня у нас в гостях руководитель местного отделения Союза Женщин России Елена Ястребова, и мы поговорим о деятельности общественной организации. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите о деятельности вашей организации. У вас много проектов. Чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас конец года. Время подводить итоги. Что было основным в этом году? Мы вот уже два последних года, с тех пор, как Ленинское отделение Общероссийской общественно-государственной организации Союза Женщин России работает на территории Ленинского городского округа, я не знаю, там по подсчетам, наверное, более 70 мероприятий, которых мы проводили, и, может быть, это еще не вся полная статистика. Но вот 2023 год был отмечен тем, что мы попробовали проводить крупные мероприятия. Крупные для нас. Это такие, как, например, кинотеатр «Искра», когда приходит несколько сот человек, и когда ответственность за проведение такого мероприятия, естественно, сразу поднимается очень и очень высоко. Фестиваль «Наше родное лето» – это был действительно очень интересный проект, и я думаю, что этот проект будет продолжен, потому что он охватывает различные культурные диаспоры, которые жители, то есть участники которых проживают на территории Ленинского городского округа. Мы вроде бы знаем и не знаем в то же время, и когда твои знакомые и незнакомые тебе люди открываются с новой стороны, это всегда интересно. А культура, как известно, она сближает. А если говорить более детально, расскажите поподробнее, что это за проект, что он из себя представляет, и какую практическую пользу нес он жителям нашего округа? – Главная, конечно, нагрузка и главная задача, которую мы перед собой ставили, и я надеюсь, что мы успешно выполнили эту задачу, это было, конечно, усиление патриотического воспитания, усиление патриотизма как такового. Но когда человек лучше знает то место, где он живет, он лучше понимает, что происходит, как происходит. И, естественно, вот в этом самом фестивале, когда начали петь и песни на армянском языке, и там же были и казаки, там же выступал наш прекрасный танцевальный ансамбль «Гюнеш». То есть все было очень красиво, очень необычно, потому что такого фестиваля у нас не было. Мы его придумали, мы его воплотили в жизнь. – Получается, знакомство с культурами разных народов. – Да, но именно не абстрактно, а именно через представителей этих культур, этих этносообществ, которые здесь у нас, у нас живут они, они вместе с нами. – Спасибо большое. Расскажите о том, над чем вы работаете сейчас. – Там две главные цели, две крупных цели. Первая – это помощь и поддержка нашим военнослужащим, непосредственно им, и их родственникам, которые находятся здесь, военнослужащим, естественно, которые находятся в зоне специальной военной операции. – А второе – это опять патриотизм, различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы раскрыть какой-то новый аспект патриотизма. – А в чем заключается поддержка жителей и, я так понимаю, женщин в первую очередь? – Да. В феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, мы устроили мозговой штурм и подумали, ну чем же мы конкретно можем помочь женам, матерям, сестрам, тех, кто ушел воевать, кто ушел защищать нашу родину, нас с вами. И нам пришло на ум то, что мы могли бы их поддерживать психологически. И вот тогда пошли такие мероприятия под общим названием «Женский чай». Потом мы решили, что хорошо, когда к этим родственникам мобилизованных и военнослужащих подсоединятся другие женщины, их дети. И вот таким образом эти «Женский чай» – это как бы общее название мероприятий, а там, цикл мероприятий, а там может быть и мастер-класс, и флеш-моб, и много-много чего еще другого. – Большое спасибо за эту информацию, за то, что пришли к нам сегодня. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Ястребова, руководитель местного отделения «Союза женщин России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первые три Продолжение следует...